Приветствую вас. Первое, о чем мне хотелось бы вам сказать, это то, что необходимо определить, кто вы для человека. То есть вот вы сами кем ему являетесь, почему вы интересуетесь этим мужчиной, что он для вас значит, кто он для вас и так далее. Потому что вообще-то говоря, профессиональная практика запрещает нам давать какие-то заключения третьим лицам. То есть если вы третье лицо, если вы не являетесь непосредственно клиентом, если вы не являетесь непосредственным получателем помощи, то мы вам не можем оказывать консультацию, потому что третье лицо, работа с третьим лицом, все-таки, ну, не приветствуется. Теперь дальше, по поводу того, что вы пишете. Значит, я понимаю, что вам интересно, я хочу сразу предупредить о том, что могут быть проблемы определенного типа интерпретации. То есть как психолог, например, я увидел что-то свое в том, что вы написали, а другой эксперт, соответственно, увидит также что-то свое. И это, наверное, ну, понимать бы там, потому что, ну, все-таки угадывает человека свой взгляд на ситуацию. Значит, основная проблема мужчины, о котором идет речь, заключается в том, что он был в тюрьме в тюрьме. То есть его тюремное заключение, как таковое, могло достаточно сильно повлиять на человека, поменять его мировоззрение, поменять его ценности, его приоритеты, ну, и так далее. Ну, то есть, можно понимать, что тюремное заключение очень мало для кого проходит просто так, проходит, ну, бесследно. Ведь мужчина по какой-то причине оказался в тюрьме, значит, все-таки в чем-то он, видимо, был виноват или что-то он сделал плохо. Вполне вероятно, что у него в тюрьме обострилось какое-либо психическое расстройство. Почему психическое расстройство, спросите вы, а ответ на этот вопрос заключается в том, что неконтролируемые приступы агрессии, вкупе с тем поведением, которое вы описываете, наводит на мысль о не совсем адекватном поведении человека, возможно, о последствиях неких травм психических, которые у него были, и которые, возможно, до сих пор не дают человеку покоя. Если это так, то нет ничего удивительного в том, что мужчина ведет себя подобным образом. Далее, относительно его отношения к своей жене, здесь хочется дать такую характеристику человеку. Во-первых, мужчина не уверен в себе. Мужчина не уверен в себе, мужчина не до конца уверен в себе. Мужчина явно боится того, что, например, ему изменят, его бросят, его предадут и так далее. Это влияет на то, как он относится к своей жене. То есть, ваше описание того, как он лишает ее свободы, наглядно это подтверждает. То есть, человек никогда не стал бы лишать свободы того, кого любит, если бы был уверен. И в нем, в том, кого любит, и в себе. Но, раз этого не происходит, значит, простите, поведение мужчины чем-то обусловлено и обсловлено. Оно может быть только одним. Это его личными целями, его личными стремлениями, его личными ценностями, его личными приоритетами, которые он хочет, ну, или хотел бы, наверное, лучше сказать так, а хотел бы реализовать сам. И отсюда, собственно, возникают все беды вашего, ну, вашего, я вот не знаю, кто он вам, ваш знакомый, ваш товарищ, ваш друг, вот непонятно, кто именно он вам, но тем не менее. Ситуация заключается в том, что такие люди всегда практически позиционируют и проецируют на детей свои отношения с женой, ну, с супругой. То есть, если у такого человека есть определенная проблема в отношениях с кем-либо, то он, такой человек, почти всегда будет, ну, проецировать это на ребенка. Просто, опять же, из чувства эгоизма, просто, опять же, из невозможности отделять одно от другого из-за отсутствия, я так полагаю, из-за отсутствия контроля над собой, над своими эмоциями, над своими чувствами и так далее. И вот это, на самом деле, очень плохо для человека и для, ну, отца сейчас. То есть, как отец, этот мужчина явно не может реализовываться, ну, просто потому, что объективное его поведение, ну, оно очень сильно вредит ребенку, и, видимо, жена это понимает. А ненависть, ненависть, она весьма условна, на мой взгляд, то есть, на мой взгляд, это не совсем ненависть. Это просто проекция эмоций человека, проекция его собственных переживаний, и, по сути, это не более чем проявление личных проблем человека. То есть, э, в них, в людях, э, этот человек видит угрозу, э, себе. И проблема в том, что каждый раз, когда он будет, будет человек, э, с кем-то сближаться, э, когда этот человек будет, э, с кем-то, э, с кем-то ближе, э, всегда, э, ну, всегда, э, ну, всегда, там, возможно, э, такая вот ситуация. То есть, ситуация, при которой, э, как бы, близкие люди человека просто-напросто страдает. И надо понимать, что это даже не совсем не сказать, чтобы вина мужчины, это, определенно, определенно, это выше его желания, определенно, это выше его контроля. Определенно, он, может быть, этого и не хочет даже, но, вот, беда в том, что это все равно происходит. И тут, как бы, либо, э, принимать человека, либо нет. То есть, э, другого выбора, по сути, нет. Либо, э, либо, э, человек, ну, близкий человек, этого мужчины, принимает его таким, э, какой он есть, либо нет. Вот, и, э, надеяться на то, что мужчина будет вести себя по-другому, надеяться на то, что человек изменит свою линию поведения, ну, я бы, я бы, например, не стал. Потому что, э, слишком, знаете, много у человека, по моему мнению, проблем, слишком много, э, у человека, по моему мнению, комплексов, э, не пережитых каких-то травм, возможно, и так далее. И, да, ему нужна помощь, но, только, если он сам, э, безусловно, этого захочет. То есть, человеку нельзя помочь, если он этого не хочет. Ну, можно, э, постараться до него донести, что, вот, если он хотел бы, чтобы у него все наладилось, если он хочет, чтобы у него все было хорошо относительно, э, то тогда нужно что-то менять в себе, нужно менять что-то в отношении. А, к другим, но это все-таки, если он сам этого, этого хочет. Если человек этого не хочет сам, то помочь ему никакой возможности, на мой взгляд, э, нет, и это нужно понимать. Пожалуй, э, что можно порекомендовать в этой ситуации вам, я думаю, что основная рекомендация будет касаться отношения, отношения, э, отношения, э, отношения, ваше отношение к человеку, да, то есть, э, не нужно его, э, жалеть. Если вы это делаете, э, не нужно ему как-то потакать, не нужно как-то идти у него нога по воду, если вы это делаете. Э, э, старайтесь, чтобы мужчина чувствовал свою ответственность за то, что он делает, старайтесь, чтобы мужчина, э, ощущал, э, последствия своих действий, чтобы он отдавал себе отчет в них. И тогда возможно ситуация будет исправляться, но без действия, без действий с, э, ну, без работы с психологом, вряд ли здесь можно чем-то вашему мужчине помочь. Значит, для, э, понять причину его поведения безусловно можно, но это тот случай, когда, наверное, э, само по себе, э, понимание вам ничего не даст, просто потому что это не вы, а, другое лицо, а раз, э, другое лицо, то, соответственно, что вы можете сделать? Ну, вот, э, серьезно, вот, э, вы сами, э, сами, э, понимаете, что, э, ограниченную в, э, средствах, просто потому что, э, это другой человек, э, это не вы. И, э, и чтобы помочь ему, э, э, нужно все-таки желание именно его что-то делать, нужно именно его желание, э, что-либо менять, понимаете? Если у него этого желания нет, то никак ему не поможешь, э, к сожалению. Ну, вот, э, в принципе, наверное, то, что я хотел вам сказать, э, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, желаю вам всего-всего самого доброго и удачи!